Пока одни подростки бездельничают на крышах городских домов, другие покоряют правильные высоты, осваивают профессию мечты. Сегодня вступительные испытания прошли 18 молодых людей, решивших посвятить свою жизнь театру. В этом году в Муроме осуществляется первый набор во Владимирский областной колледж культуры и искусства. Обучение будет проводиться как в нашем городе, так и в областном центре. Диплом об окончании колледжа даст возможность муромским талантам не только играть на театральных подмостках, но и заниматься преподавательской деятельностью. За творческим испытанием наблюдала и наша съемочная группа. Черт, я снимаю свой костюм английский, что же? Дайте косы, я вам покажу. Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, память у деревни я не дорожу. Лирическое или драматическое стихотворение, отрывок из прозы и, конечно же, басня. Она идеально показывает, насколько абитуриент талантлив и способен быстро переуплощаться. Дарья Гераськина 19 лет. Для того, чтобы получить диплом актера театра драмы и кино и остаться работать в родном городе, девушка оставила учебу в музыкальном колледже и прошла предварительную подготовку в созданной не так давно Муромской театральной студии. Я в этом театре с детства. Сначала я выступала здесь от музыкальной школы номер один, потом от Муромской фабрики звезд и позже я пришла к руководителю девичьего переполоха и здесь занималась вокалом. Сейчас я решила, что свяжу свою жизнь с театром и буду полноценным артистом этого города. Я жила во многих городах, я поступала в Москву, я поступала во Владимир, но очень тяжело жить далеке от города, от родителей, особенно когда ты так любишь его. Он маленький, но он свой, он всегда в сердце и без него тоскуешь. Обучение будущих актеров, которые в дальнейшем составят костяк Муромского городского театра, будет проходить под полным патронажем Владимирского областного колледжа культуры и искусства. Бывают очень замечательные, показывают результаты на вступительных испытаниях, но в процессе учебы роста нет. Поэтому здесь все очень индивидуально, каждый ребенок индивидуален. Насколько он в этот процесс включится, во сколько он будет трудиться, насколько ему будет это интересно. От этого будет зависеть, конечно, результат итогов. Сотрудники областного колледжа много лет занимаются профориентационной работой. Они создали проект для дальнейшего трудоустройства своих выпускников непосредственно в нашем регионе. Здесь замечательные кадры будут работать с детьми. Здесь все, что касается администрации города, и мэр города, и начальник управления культуры, и мы встречались с начальником управления образования, все заинтересованы в том, чтобы эти дети получили образование, были классными актерами. И я надеюсь, что мы приедем на спектакли, когда эти дети уже, ну, скажем, уже не дети, а уже актеры будут задействованы в постановках спектакля. Извольте с удовольствием. Ах, а что опасен? Это просто уходим и стешим. Больше всего не любят своих студентов. Первый муромский набор весьма неоднородный. Одни абитуриенты более подготовлены к сцене, талант других еще только предстоит раскрыть. Мне сейчас, в данный момент, уровень поддатков не самое главное. Главное, заметить и выделить индивидуальность. Если из этой индивидуальности, даже он сегодня показал как-то, ну, не очень-то все это. Если можно что-то вытащить, а есть такие, есть. Поэтому, кто его знает, через 4 года может быть все наоборот. Совершенно, абсолютно точно. Среди абитуриентов не только муромцы, но и жители Выкса, Навашина и Муромского района. Ребята будут получать образование в течение 3 лет и 10 месяцев. После этого по контракту и ждет увлекательная работа в нашем возродившемся театре. Кроме того, они и сами смогут попробовать себя в роли преподавателей в Муромской театральной школе. Елена Петрова, Илья Облетов. Наши новости.